Всем привет! Сегодня у нас будет болталка. Чищу мангу школьный переполох и буду чуть-чуть болтать. Во-первых, расскажу про эту мангу, то что мы её планируем за мои зимние каникулы закончить до конца. То есть у меня зимние каникулы начинаются через неделю и где-то там в начале января они у меня заканчиваются. То есть за это время я постараюсь это самое, ну я как бы хочу вообще все углавы до конца уже выложить. Сейчас у нас переводы глав штук на 10 готово. Переводов. Клину сейчас доделываем. Ещё остался целый томик, 22-й доклинить. И тут в 21-м томике осталось вот раз, два, три, четыре главы тоже доклинить. Вот таким вот чёрно-белым, ну чёрный цвет почистить немножко. И в принципе это самое. Буду уже к тайпу переходить и буду выкладывать уже главы. Ещё две главы готовы. Возможно я сегодня уже выложу. Ну да, я как бы обещала по крайней мере своей команде, что я сегодня этим займусь. Но да, уже как бы 8 часов. Вообще как бы на этих выходных собиралась я сделать много поманги, но так вышло, что не очень получилось. Во-первых, у нас, там был у нас конкурс, какой-то конкурс, я решила участвовать в конкурсе. И там можно 10 своих работ выложить. Я сделала до вот этих выходных, я сделала 6 работ. И я хотела на этих выходных ещё 2 работки сделать. Возможно ещё даже 4 работки вот эти до конца, как бы, ну чтобы 10 штук было, чтобы было больше шансов на, ну, какой-нибудь приз выиграть. И это самое. И всю субботу, допустим, я просидела над тем, что это самое делала, в опыхах вот эти самые работы. А потом выяснилось то, что, ну, 5 часов, 5, наверное, я 2 штуки сделала, выложила в этот самый на сайт. Потом, когда я выкладывала, смотрю то, что там, оказывается, у них время проведения конкурса они изменили. Буквально пару дней назад они изменили. То есть раньше было то, что последняя дата отправления была 15 декабря. Сейчас там стоит последняя дата отправления 5 января. То есть у нас ещё куча времени, чтобы доделывать свои работы. Оказывается, было. Я в попыхах какую-то фигню сделала. Сейчас, наверное, даже покажу. Так, где-то у нас, вот это вот у нас ссылочку сейчас закинула. Так, моё. Где моё? Вот это, допустим, работа. Мне совсем она не нравится. Дело в том, что вот этот огонь. Я просто-напросто в какой-то раз фотографировала костёр. Его просто-напросто в иллюстрейтере, как бы, Nachtzeichen, как-то будет. Image Trace сделала. По-английски это называется. По-русски, честно говоря, я не знаю, как это называется. Вообще, тут мне не нравится, как этот огонь вообще сделан, потому что мне хочется более плавно эти вот линии сделать. То есть, как бы, если бы не было больше времени, я, естественно, его получше сделала. Я, наверное, даже удалю эту картинку с этого сайта и загружу её уже в более лучшем виде потом. Вот, вот такую штукенцу тоже сделала. Вот ей, наверное, тоже это самое глаза всё-таки дорисую, потому что как-то она без глаз. Ну, не знаю, как-то странно всё-таки выглядит, что она без глаз. Я вообще хотела без лица сделать, но без лица это вообще как-то уж очень... Гручек с лицом посмотрел, что можно будет сделать. Вот, потому что я сделала две работы в пупыхах, так сказать. Сделала за субботу одну. И да, мне они... Ну, кое-какие детальки мне, допустим, тут не очень нравятся. Вот. Что тут ещё, что тут ещё? А, да, кстати, вот про эту работу я говорила в ТикТоке. Кстати, говоря про ТикТок, сейчас тоже скажу. Вообще-то я говорила в ТикТоке, что вот эту работу, у меня её не приняли к конкурсу, потому что сказали, что это фотография. Но там, если поглядеться, то это не фотография, это куча-куча полигонов. Да, я как бы взяла фотографию, чтобы, так сказать, как пример, с чего я буду делать, да, так сказать, срисовывать, так сказать, с чего я буду, с чего я буду делать полигоны, откуда я буду цвет ещё брать, да. Но в целом это не фотография, это всё сделано из полигонов. Я даже могу файлик этот открыть, где он у меня, вот тут вот находится он. Вот это вот. Причём я фотографии взяла даже две. Я сфоткала руку мужа, попросила его там попозировать мне пальчиками разными. И это самое. И из двух фотографий я сделала одну вот эту руку. То есть в одной руке мне понравился кулачёв, в другой руке мне понравился пальчик. Потом я их соединила, и получилась такая вот целая рука. Вот. В общем, когда я залила это на конкурс, там сказали, что у вас это фотография, и её мы на конкурс принять не можем. Вот у меня эта рука. Вот эта куча-куча маленьких треугольничков. Вот это. Не только маленьких, у меня есть где-то большие, там где-то, допустим, полоски, там это всё более мелкие детальки. В общем, да, фотографии это вообще на самом деле не назовёшься. Да, это очень детально проработано, но это не фотография. Вот. В общем, я это написала в... Как это называется-то? ВКонтакт, техподдержку написала. Даня, ну, вечером мы с ней общались, потом на следующий день она попросила меня перезвонить. Я когда перезванила, когда со школы пришла, перезванила, но там никто трубку не взял. Я написала это снова в сообщении, то, что я пыталась вам позвонить, вам никто не... Ну, там никто не ответил, то, что, типа, как мне ещё доказать, что это не фотография, там, в таком духе написано. Написала. Отправила им фотки вот этих вот, вот этого с... Ну, вот этого вот экрана своего рабочего, вот этого. И потом она сама перезванивает и говорит, что да, всё-таки это самое, там... Я удивилась, что это так очень на фотографии похоже, но это, оказывается, не фотография, там. Ну, короче, она очень удивилась, что так детально всё проработано было. В общем, сказали, что это всё-таки будет допущено к конкурсу. Так что да, так что то, что я там переживала, волновалась, всё-таки зря было. Ну, как зря, это самое. Если бы я не переживала, мне пришлось бы по-новому какую-нибудь работу делать. А я, между прочим, кучу времени на этот... на эти полигончики убила. Если бы я знала, что это не возьмут... ну, не захотят приятен такую работу, я бы, скорее всего, лучше бы этой мангой заняла это между... Чем вот эти полигончики какие-то вырисовывала. Ой, вот. Ну, в общем, да, в субботу, значит, я потратила время на очередные две работы. Кстати, ещё там денёк потрачу на те же самые работы, хочу ещё две штучки сделать. Плюс ещё эти последние две доделать всё-таки. Раз всё-таки времени побольше дали, то почему бы не воспользоваться этим? Вот. Часом к пяти я узнала, что, оказывается, есть побольше времени. И подумала, что, о, супер, тогда я поеду в больницу. Почему? Потому что в пятницу я очень сильно стукнула шкафчик маленький, и у меня палец на ноге опух, посинел, и как-то больно было ходить. Мне до сих пор как бы больно ходить на нём. В общем, я поехала в больницу, это самое, в этот травмпункт. Отсидела там четыре часа, мне сделали рентген, это самое, ничего не сломано, всё хорошо, но надо просто потерпеть, это самое, пойдёт само. В общем, да, просто сильно-сильно стукнулась, что немножко прохрамываю. Вот. Сегодня воскресенье, 15 декабря. Сегодня у нас был запланирован поход к бабушке моей. Единственное, что я как бы планировала, что я с утра встану. Но перед тем, как мы пойдём к бабушке, я займусь этой мангой, там выложу две главы школьного переполоха на сайт. Ещё там у меня эта девушка одна в команде перевела одну главу, ну, кому рекуэдовую дайджу кейска сегодня не по плану. Я её собиралась тоже затайпить с утра, и тоже, возможно, скинуть на коррект уже. Вот. Но так получилось, что я спала до часу дня. Когда проснулась, уже пора было бы выходить к бабушке. Поэтому да, поэтому манга занялась только сейчас. И, как видите, я сейчас делаю клин. Почему? Потому что на клин мозги использовать не нужно. Тут можно просто-напросто тык-тык-тык, и всё будет прекрасно. Вечером у меня мозги отключаются, особенно с моей учёбой. Честно говоря, думать уже ничего не хочется, когда особенно вечер наступает. Вот. Про тик-ток ещё хотел сказать, да? Пару слов. Что-то я попыталась там сделать... Попыталась продумать о том, какой я там буду делать контент. То есть я... Первая моя затея была то, что... Вообще, самая первая затея просто-напросто, что хоть что-нибудь доснять, да? Я сняла там свою кошечку. Ну, а увидела, что у меня качество видео на телефоне довольно-таки слабенькое. Поэтому особо так красочно снимать кошечку у меня не получится. То есть, как бы... Кошка у меня, конечно, миленькая, прикольненькая. Но на телефончик у меня с камерой на телефончике довольно-таки слабенькая. И всю красоту, так сказать, не передаст. Вот. Далее что? Далее придумано то, что вот буду эти самые обучалочки в коротких видяшках. Ну, в мелких видяшках, там, в пирхной эти обучалки по манге. И буду тогда выпускать. Сделала пару таких вещей по тайпу. Но чё-то... Чё-то не знаю. Я там какую-то ещё это самое... Какую-то танцевальную какую-то видяшку записала. У меня на танцевальную видяшку просмотров там 500 с лишним. А на тайп, допустим, там 30 всего лишь, там 50 просмотров. То есть, как бы, разница великая на самом деле. Плюс ко всему, я там это самое погуглила. Посмотрела вообще, какие там контенты бывают на ТикТоке. И я считаю, что какой-то обучающий контент на ТикТоке делать всё-таки не особо-то и нужно. Ну, не то, что не нужно. Ну, короче, на ТикТоке всякую фигню, короче, смотрите вы, да? Чисто, чтобы так вечером потупить, полистать эту самую какую-то ленточку, чтобы просто-напросто отрубить мозг и просто-напросто смешные прикольные видяшки посмотреть. А если там будет какой-то обучающий контент, то это как бы... Ну да, можно там сделать обучающий контент, но как-то... Ну, не знаю. Но, короче, мне кажется, это за... Ну, людям придётся как бы тоже думать при этом. Короче, это не Ютуб, понимаете? Допустим, в Ютубе вы можете сделать такую штуку, как рассортировать, да? Допустим, этот канал я буду смотреть, когда я захочу. Этот канал, это чисто там похохакать какой-нибудь... Ну, какие-нибудь приколы там, всё в таком духе. Вот. А это самое... А в этом, в ТикТоке у вас такой сортировки каналов нет. То есть, обычно тогда люди заходят чисто, чтобы похохакать как раз-таки, да? То есть, включил, мозг отключил, ТикТок включил. Вот. И, допустим, если вы нажмёте «Посмотреть свои подписки», то там вам тоже будут выливать весь контент всё подряд, так сказать, да? Если... Ну, короче, впихнуть... Я не знаю, как это по-другому объяснить. Короче, впихнуть в ТикТок обучающий контент довольно сложно. Некоторые делают такое, некоторые пытаются впихнуть в обучающий контент. Какие-то лайфхаки маленькие впихнуть. Какие-то там, допустим, я подписывалась на какого-то чувака, прикольно, кстати, рассказывать, про медицинские различные термины. Ну, там, про психологию, там, допустим, различные... Слушайте, наверное, надо сказать, как его зовут этого чувака. То я сам про него говорю. А это самое, как его найти. Давайте я пока буду искать имя чувака. Значит... Господи. В общем, он, в принципе, у него обучающий контент, но при этом он как-то его сделал так, что забавник его преподносит. Какая-то реклама, господи. Почему тут некая реклама без звука, я не очень понимаю. Так, мне нужно нажать сюда. Потом мне нужно нажать, нажать подписки. И найти этого чувака. Господи, а как он назывался-то? Это не он. Вот он, по-моему, Максим. С таким свидетельством. Да, точно. Его зовут Максим. У него этот самый ник... Это нужно читать, нет? Нет, это читать не нужно. Значит, TXT28. Вот такой у него... Видно? Видно. TXT28. В общем, он рассказал про различную там психологию. И не только психологию, а вообще про всякие различные заболевания, про вирусы, про белки и всё это такое как бы... Ну, это довольно-таки прикольненькая форма у него сделана. Вот, если будет интересно, посмотрите. Вот, какие-то ещё обучающие ролики. А, ещё какие-то обучающие ролики там в плане видеосъёмки интересны. В плане фотосъёмки тоже интересны вещички. Там можно... Ну, в смысле, такой контент там проходит как бы, да? Танцы различные. То есть, обучение по танцу. Какие-то татуировки небольшие. И также там могут пойти контент с... Ну, типа, сделай сам какую-нибудь там фигнюшку. Типа там, не знаю, сделай фабрикушку на Рождество. Сделай это самое, мыло ручной работы. Как оно быстро делается. Те же самые быстрые, этот самый, как имя, спид-арт. Когда вы что-нибудь рисуете, потом ускоряете всё это быстренько. И это самое, за пару секунд у вас готовый какой-то рисунок получается, да? То есть, ну, то как бы видео ускоряется, и за пару секунд вы делаете быструю, это самое, картинку. Такое люди тоже смотрят. Но тоже там... Я, допустим, когда смотрела раньше такое, поначалу то, что, ну, вау, как круто нарисовала, да? То, что там ещё тогда так быстро так проходит, думаешь, вау, как быстро и круто нарисует, да? И не важно, что там, да, в 5, в 20 или 30 раз ты это делала ускорила. Заикаюсь немножко. А главное, что она это самое круто нарисовала. Ну, или он, допустим, это самое. Но, но, такие видяшки очень быстро надоедают, честно говоря. То, что, ну, раз нарисовала, прикольно там, да, там, вдохну, там, удивились. Второй, третий, четвёртый раз, там, чем больше вы это смотрите, тем меньше вы удивляетесь на самом деле. Особенно, если это очень какие-то стандартные картиночки, которые, можно сказать, все рисуют. Вот. То есть уже, как бы, иногда думаешь, что, ну, да, ну, рисуешь-то, что ты так долго рисуешь-то, вот, покажу уже результат, что я сделала-то, в конце концов. У меня времени так много. Она там всё рисует и рисует. Ой, ещё прикольно, допустим, когда есть видяха, есть один канал, по-моему, это тоже русский или не русский, не помню, честно говоря. Анимацию делает, то есть он рисует на планшете и это самое, показывает, какой он, там, этапы своей анимации. То есть сначала он там нарисовал капельку, потом эта капелька, как бы, вниз падает, потом эту капельку разукрашивает. Ну, в общем, да, вот это вот тоже, как бы, у него это не в надоедливой форме это сделано всё. Вот, так что пока что, какой контент я буду пускать на ТикТоке, пока ещё толком не знаю. Скорее всего, будет что-то такое более творческое, то есть особо к обучающих видео, там, как клинить мангу, там, скорее всего, не будет. Потому что, да, потому что не та платформа для такого видео, для такого формата. Вот, а видяшки обучающие будут всё-таки в Ютубе по большей части, опять-таки. Я ещё хочу попробовать как-нибудь сделать, у меня сайт есть, и на этом сайте постараюсь как-то совместить вот эти вот видяшки ютубовские, плюс тот сайт, чтобы ещё и в текстовой форме были эти же самые обучалочки. Но это тоже, когда это будет, честно говоря, не знаю. Потому что сейчас мне нужно, короче, писать, писать контент какой-нибудь, я хочу на русском, естественно, да, то, что на английском меня не прёт, я пыталась писать на английском, это самое, бах, кошмар, короче. Ну, короче, да, там получается, что куча слов я не знаю, приходится использовать какой-то плоский язык, ну, как бы плоского уровня язык, и, ну, не очень у меня получается. На русском я, конечно, буду писать с огромным количеством ошибок, и мне всё-таки пока что пофиг. Может, как-нибудь потом ещё корректора попрошу тоже проверять мои творения. Но, естественно, буду просить уже более, так сказать, не просто там на халяву, а буду просить что-нибудь там. Ну, короче, придумаю что-нибудь, какую-нибудь награду для корректора придумаю. Потому что одно дело мангу, корректирует она, а другое дело какую-то другую левую работу, которая мне, допустим, плюсы приносит, а ей не приносит. Вот. Что ещё, что ещё хотел сказать? Хотела сказать про этот мой сайт, то, что, да, то, что я хочу с этой самой... А, то, что я не хочу на английском писать. Но я всё-таки буду писать на английском, по крайней мере, допустим, следующий год, учебный год, то есть, который с августа начинаться будет, ну, там, сентябрь, август. Мне там будет уже полегче, потому что с учёбой у меня там будет... У меня будет практика, три дня в неделю практика и два дня в неделю учёба. По крайней мере, так мне запланировано пока что. Вот. И получается, что уроков будет гораздо меньше, контрольных будет гораздо меньше, меньше всяких проектов дома я делать уже, скорее всего, не буду. Так что времени свободное у меня, по идее, должно быть побольше, по идее. И я надеюсь, что в этот самый краски в это свободное время я займусь вот этим вот этим блоком своим. Вот. Ну и манго это уже, в конце концов, манго, журнальчик и всё-всё-всё дела. Вот. Что ещё, что ещё, что ещё? А, ну вот. И пока что, пока я вот эту учёбу делаю, я буду писать, пытаться писать это всё на английском, потому что последний четвёртый год обучения у меня будет в Англии. И, да, мне, во-первых, нужна тренировка, во-вторых, хочется как-то показать свою интернациональность, что ли. Не знаю, для чего, но хочется почему-то. Не знаю, честно говоря, почему, но... Ну, знаете, интуиция подсказывает, что надо делать на английском. Пока что делать на английском. Когда я уже получу своего бакалавра, бачлок, бахлок, господи, как он по-немецки, не помню. Ну, короче, когда я получу этого бакалавра, тогда это самое, уже, скорее всего, перейду уже на русский обратно. А пока что, да, тот сайт буду стараться делать на английском. Ой. Возможно, мне это, в конце концов, надоест, и я всё-таки перейду раньше времени на русский. Ну, посмотрим, как дело пойдёт. Вот. Ну, в принципе, и всё. Вот так вот, да. Сколько я уже болтаю? 18 минут. Ну, в принципе, такие небольшие, так сказать, новости. Небольшая болталочка. Давайте на этом и закончим. Всем спасибо за внимание. Так что манго скоро будет выходить от школьных переполох, начиная с числа, так, 23-24 побыстрее, когда у меня каникулы начнутся. И, да, за зимние каникулы я постараюсь, сильно буду стараться, чтобы этот школьный переполох мы закончили. Сам, по крайней мере, сам сюжет, чтобы закончился. Да, то есть там у нас ещё будет, после этого будут выходить ещё какие-то дополнительные материалы. Допустим, у нас есть кое-какие странички на японском, да, то есть из предыдущих томов, томиков. Там есть парочку страничек на японском, мы их потом впоследствии переведём. Плюс ещё 4 дополнительные главы, которые вышли уже в 2018-м, по-моему, году. Одна вышла, потом в 2016-м, по-моему. Ну, короче, они после завершения манги выходили ещё, вышло ещё 4 главы. Их мы тоже выложим. Ну, и, в общем, вот так вот. Ну, естественно, другой, конечно, мангой займёмся, в том числе и Назаки. У Назаки там куча глав, которые мы, во-первых, ещё не перевели. Уже сейчас 100, по-моему, 15-я или 114-я глава должна была выйти недавно. Да, нужно будет её, хотя скачать сканы. Это самое. А у нас, а мы перевод остановили пока что на 101-й главе. Плюс там ещё куча дополнительного материала, куча различных ивентов, которые они там проводили в Японии. А мы про них так и не рассказали, потому что у меня всё, нет, не хватает времени взяться за перевод. Тем более, там перевод нужно с японского производить. В общем, да. Ну, короче, да, как только со школьным переполохом закончим, я перейду к, ну, помощнее, так сказать, к Назаки и ко всем дополнительным материалам по Назаки. Ну, в общем, да, на этом всё. Да, в общем, да, у меня сегодня слово паразит. В общем, да, в общем, всем пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...